Привет-привет, это я, Антоха Бустер. Я бы хотел ответить на вопрос в этом ролике, как устроена работа со звуком в кино. У меня есть небольшой опыт работы с короткими метрами и есть работа с документальными фильмами, а также работа с художественным фильмом, над которым я сейчас работаю. Поэтому я бы хотел поделиться этим опытом с вами и, в частности, попросить вас написать в комментариях, какие вопросы у вас есть на данный момент, изучая, скажем так, данную сферу. Мне будет интересно ответить на них в следующем видео. В этом видео я хочу рассказать поэтапно, как происходит продакшн, что нужно в техническом плане для этого, да, как взаимодействовать вообще с командой. Хочу поделиться своим опытом, который, я уверен, будет полезен вам. Дураку понятно, что все, конечно, происходит с формированием идей, как таковой. И идея может быть как коммерческого какого-то плана, так и больше творческого, да, то есть, когда у нас есть запрос на, допустим, рекламу нативную какую-то, но она в формате кино. Либо у нас есть идея творческая, которую мы можем заложить по бюджету, к примеру, только в короткометражный фильм. И как же происходит работа со звуком в подобных проектах? Нужно поделить сразу на два сегмента. Это постпродакшн и это продакшн от старта как раз заложенной идеи. У меня был и такой, и такой, и я расскажу сейчас про каждый. В этапе постпродакшна также есть разделение производства, да, работы со звуком. Один из это, когда к тебе приходит на старте, опять же, идеи, но сразу обговариваются бюджеты и сразу обговариваются задачи, которые нужно решить после съемки материала. И зачастую отказ от работы на площадке сопутствуется либо невозможностью присутствовать на этой площадке, да, то есть в другом городе вы находитесь, или же ограниченным бюджетом. И зачастую в таких проектах, возьмем, кстати, пример короткометражного фильма, можете по ссылочке перейти и посмотреть. Слипл Чейз, Стипл Чейз, забываю название, но не важно. В общем-то, подобные проекты, они формируются либо большой командой, либо маленькой. Если большая команда, значит бюджет какой-то есть, да, то есть чтобы разделить на этапы продакшна. Либо 2-3 человека крапеют над ним и стараются выложить весь свой накопленный опыт в подобный проект. И что этот, и что тот формат работы имеют подводные камни, но очень интересные. И сейчас поясню, если мы берем формат, когда к нам приходит человек на этапе идеи и согласовывает работу со звуком на площадке, то вы на старте должны заложить сразу анализ всего, что будет происходить и подготовиться к этому продакшну. Потому что от вашей подготовки зависит то качество, которое получится у вас в результате. Либо вы приедете и поймете, что все напрасно и вам все равно сидеть нужно с библиотеками и потом писать голос там, к примеру, где-то в отдельных студиях, либо самому пыхтеть в микрофон. И поэтому, чтобы этого не бежать и подготовить и обустроить свою работу как и на площадке, так и после комфортно, вам нужно обо всем об этом подумать. О чем конкретно? Но для начала нужно понять, что опять же у вас идут отдельные этапы продакшна по звуку. Это синхронные шумы, это эмбиенс, это закадровый голос, ну и, наверное, все. Это те материалы, которые вам пойдут в постпродакшн. То есть работа с голосом, что нам нужно? Нам нужен бум-оператор. Бум-оператор это человек, который стоит с удочкой и на пушечку пишет конкретный голос, и плюс еще, наверное, пишет на петличку, в которую я сейчас говорю. И это база и основа, которая нужна. Сбоку будет список микрофонов, которым вы можете присмотреться. Друзья, товарищи, я хочу рассказать вам о важной информации. В феврале у меня будет запуск нового потока. А самое главное, что система обучения будет пересобрана, и материал, который там заложен, тоже будет пересобран. Я понял, что вам нужно давать больше информации и делать акценты на конкретные ниши. Та база, которую я даю своим ученикам, очень круто их прокачивает и выводит на новый уровень. А самое главное, что они начинают зарабатывать своим любимым делом. И это подтверждает большое количество отзывов, которые мне пишут. Поэтому, если ты хочешь научиться основам работы со звуковым дизайном и проработать конкретные ниши, собрать 15 или более работ в портфолио, то обязательно приходи к нам. В феврале будет очень круто. Записаться можно по ссылочке на моем сайте. Следующее, на что записать, конечно же, нужно заранее подумать. Рекордеры – это такое дело интересное. И здесь стоит задуматься, что не каждый рекордер подойдет под конкретный проект. Если у вас малобюджетная какая-то реклама, и вам достаточно звуков окружения, и, возможно, парочку фраз для рекламы топ, подойдет, конечно же, любой переносной рекордер, типа Тоскамов, DR100, Zoom какой-нибудь последний. Он сейчас у них восьмой, по-моему, вышел. И про Zoom, кстати, есть отдельное мнение, разделяющееся я заметил. Кто говорит, что гвозди можно забивать, кто говорит, что, в принципе, нормальная машина. И отдельное видео будет на моем канале. Полный разбор вообще рекордеров и, в частности, Zoom. Мой опыт работы с этим рекордером, он у меня достаточно большой. Я расскажу все по полочкам. Поэтому обязательно заранее лайк твой и комментарий, нужно ли подобное видео. Ну и, понятное дело, если вы понимаете, какой бюджет и какой формат продакшена на площадке, то здесь вы должны заложить для себя либо это рекордер, который вы покупаете сами, либо аренда. Зачастую, если бюджет выделен, то это аренда. Аренда плюс-минус везде одинаковая. Там тысячи, полторы, две тысячи за сутки использования рекордеров. И их большое множество. В топе, конечно же, у нас Sound Devices, которые стоят там по 500 тысяч, по миллиону. Но на самом деле, что могу сказать? Это, конечно, зарекомендовавшая себя компания. И если ее используют повсемирно, то, наверное, стоит к ним присмотреться. Но если вы понимаете, что бюджета нет и вы хотите сделать максимально качество, отталкивайтесь от всех возможных условий. Допустим, свой первый фильм я писал на Toscom DR-60D. Это, в принципе, хорошая машинка. И она, вроде как, направлена больше для ребят, кто именно видео занимается. Но как рекордер с низким уровнем шума и с достаточно богатым функционалом, это хорошая вещь. Есть свои минусы, конечно, о которых тоже расскажу в отдельном видео. Ну, в общем-то, все. Вы записали петли, отдельные пушки, посчитали все это. Супер. Все записали, все хорошо. Ну, конечно же, тонкости, взаимодействие работает гораздо больше по звуку на площадке. Но переходим в постпродакшн. Вот у вас весь материал. И следующий этап, конечно же, вам нужно погрузиться полностью. Теперь еще разочек в историю. И сделать максимальное погружение в эту картину за счет звука. И тут, конечно же, вы должны для себя понимать. Не всегда тот звук, который у вас записан на площадке, может раскрыть вашу картину. Конечно же, для усиления эмоций, подчеркнуть драматургию, экшн какой-то. Тут и вступаете вы как саунд-продюсер, звукорежиссер, саунд-дизайнер, композитор. Не знаю, кем вы работаете. А может быть, как я, универсал, всем подряд. И ваша задача следующая, это пытаться уложить грамотно весь материал, который у вас записан на площадке. Который вы подготовите и сформируете со своих библиотек, да, записанных. Либо используя какие-то готовые библиотеки. И плюс самое главное, попытаться все это сделать в условиях правил и рамок, которые устанавливает вам либо режиссер, либо команда. А может быть, это тот проект, который имеет полную свободу и здесь вы можете разгуляться. Но опять же, чтобы к этому прийти, конечно же, нужно немножечко себе зарекомендовать. И добиться, скажем так, вот этого признания, уверенности в том, что действительно вы можете сделать от и до подобный проект. Работая над какими-то рекламными видео, над короткими метриями, я сталкивался с ребятами, которые видят больше, чем ты, в кавычках. И, конечно же, в рамках таких условий немножечко тяжеловато работать. И тебе приходится включать весь свой накопленный опыт во взаимодействии, в опыте работы над подобными проектами. И тут, конечно же, навык, который вам пригодится, это прокачанная работа с референсами, наслушанность. То есть, когда вы действительно можете и выполнить конкретную задачу в узких рамках, да, когда вам нужно сделать так, по референсу. Но и в то же время, даже в таких условиях, вы можете аргументированно озвучить, что, может быть, все-таки лучше будет, когда здесь будет иначе, там иначе, или вообще попробуем вот это. Но, опять же, нужно учитывать, что иногда мы ошибаемся, и наше видение и восприятие может не вязаться все-таки в конечном результате. И я с этим сталкивался постоянно. Но этого бояться не нужно, и это, на самом деле, наоборот, кайф и творческий процесс. Я в следующих видео покажу, как я делал проект для ЛЭТИ, это институт. И там был, по-моему, как раз их рекламный ролик. И для этого видео я писал, по-моему, 4 или 5 музыкальных версий. И все это было оригинально. Я стучал на электронных барабанах, я писал свою гитару, делал разные вариации. И мне казалось, что это будет работать именно вот так намного лучше. Но в процессе все-таки продюсер настаивал на работу с конкретным референсом, который, я не помню, потом был скинут. Или в начале. Ну, в общем, не суть важная. Я к чему говорю. Воспитывайте уверенность в себе. То есть воспитывайте ее за счет своего опыта, за счет практики, наслушанности. И в таком ключе вы будете в разы круче взаимодействовать с командой. К вашему опыту будут прислушиваться. Потому что нас как раз и формирует, как специалиста, конечно же, практическая часть. Я вот играл, допустим, много рок-н-ролла, и мне приятно писать, где это возможно, для каких-то документальных фильмов или рекламы. Гитарную музыку. И когда я понимаю, что еще и можно как-то поиграться с ней как саунд-дизайнер, я, конечно же, тоже прибегаю к этим методам. Ну и возвращаясь к продакшену, когда вы уже сделали все слои, проработали, все, драматургия, все работает. Конечно же, дальше идет финальный мастеринг. То есть, когда мы адаптируем уже под конкретную площадку. Если у нас еще и в 5.1 выясняется, что звук будет. Конечно же, вам нужно еще и переадаптировать весь звук, прорисовать автоматизацию. Это все именно работает так. Если взять, конечно же, крупные студии, то там продакшен немножечко по-другому устроен. И все-таки есть разделение, да, тот человек, который все это финализирует, тот человек, который делает основной монтаж, да, к примеру, либо работает там с синхронными шумами. И это очень замечательно и классно, когда есть такая возможность и когда есть такие бюджеты. У нас в стране, я не так много знаю таких студий, где есть и переозвучание, есть и 5.1, и фоули. И одна из, кстати, будет у меня. Я себе поставил цель открыть такую студию. Я уверен, что через определенное количество лет, а может быть не лет, вы будете смотреть ролики уже из этой студии. В общем-то, заканчиваем ролик. Я не знаю, что вам еще рассказать. Пишите как раз техническую и практическую часть. Мы будем тоже делать на канале. Мне предстоит работать с 5.1 звуком. И, кстати, у нас будет совместный ролик с этим парнем Кристиан. Работает он во Франции, уехал не так давно. И там уже работает на площадке, работает с кино. И я уверен, это будет интересная коллаборация. С ним вместе мы сделаем ролик про 5.1. И как раз там я покажу практическую часть. Подписывайтесь на канал, если было видео полезным. И мне будет очень приятно, если ты поддержишь меня на Boosty. До скорых встреч. Пока-пока.